Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. На улице плюс, но Дед Мороз уже здесь. Отличников учёбы и свободного времени пригласили на губернаторскую ёлку. Никита, привет! Здрасте! Как дела? Здрасте! 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 Ты здесь бывал когда-нибудь, наверное, нет? Написать хорошо, а нарисовать надёжнее. Выставка писем Деду Морозу. Себя, братика, пианино, котика и Деда Мороза с ёлкой. Танцы в стихах. Спектакль «Антимиры» по Бродскому, Пастернаку и Чехову. Работа автобусов к новому аэропорту стала основным вопросом сегодняшнего заседания Общественного совета при областном Минтрансе. Маршруты продолжат совершенствовать, заверил министр. При необходимости откроют дополнительные точки отправления, увеличена вместимость машин и частота их отправления. А пока микроавтобусы в Платов отправляются каждые полчаса из двух точек. 285-й от главного автовокзала на привокзальной площади и 286-й от пригородного автовокзала на Сельмаши. На сегодняшний день мы уже можем сказать о первых результатах. То есть загрузка рейсов не превышает где-то 50%. При этом, при всём, это единственный маршрут на сегодняшний день практически в Ростовской области, который работает круглосуточно. Цена проезда с привокзальной площади 95 рублей с Сельмаши 75. Платить можно наличными и по безналу. Для льготников проезд бесплатный. Время в пути до аэропорта около часа. Кроме того, скоро в Платов можно будет добраться и на пригородных и междугородних автобусах, едущих в северном направлении по трассе М4 Дон. Нет мороза на улице. Это ещё не значит, что не придёт Дед Мороз. В Ростовском музтеатре сегодня снежная зима и губернаторская ёлка. Лучшим ученикам, спортсменам, художникам, музыкантам, а также сиротам и ребятам из многодетных семей на этом празднике показывают уникальный спектакль, приготовленный только для них. Никита, привет. Здравствуйте. Как дела? Как настроение? Хороший. Ты здесь бывал когда-нибудь, наверное, я бывал? Только вчера они познакомились, а сегодня встречаются как давние друзья. Никита Дерипаскин из хутора Данилов Каменского района окончил четверть на отлично и очень хотел попасть на губернаторскую ёлку. Директор школы это заметил и обратился к главе региона на интерактивном приёме. Там буквально накануне вечера мальчик и получил приглашение. Я мечтаю, чтобы Новый год был хороший, всё красиво. Я очень хочу поехать к своим братьям в Швейцарию, в Тюрик, хочу с ними провести Новый год. Но я пока не знаю, получится или нет. Я очень люблю проводить время с ними, но, к сожалению, они там работают и учатся там, а я пока здесь. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз подарил 3D-ручку. Хочу с родителями отметить и поездить по городу. Среди приглашённых на праздник – воспитанники школ-интернатов, специальных образовательных учреждений, детских домов, социальных приютов, казачьих корпусов, дети из многодетных семей. Также на губернаторскую ёлку попали отличники учёбы, победители спортивных, художественных, интеллектуальных олимпиад, соревнований, конкурсов и фестивалей. В Ростовской области 18-й год объявлено год детского спорта. И так мы начинаем 10-летие детства. Сделаем всё необходимое, всё, что можно для того, чтобы мы могли заниматься спортом, инфраструктурой, чтобы мы были здоровы. И чтобы мы жили в хорошей, красивой стране. Специально для губернаторской ёлки первый и единственный раз показывают спектакль «Аленький цветочек». Каждый год представления разные. На этот раз режиссёр добавил старую сказку, интересную современным детям технологии. Заморский – это называется. Все чудеса мира может оно показывать. И всё это сделать. Да! Екатерина Лободина, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Снеговик ведёт следствие по делу номер 2017 в Ростовском Усть-театре. И свидетелями этого весёлого расследования стали дети из малоимущих семей, соцучреждений, а также дети с особенностями развития. Вместе с Дедом Морозом зажгли ёлку, а после отправились на новогодний спектакль. Такой праздник для детей в сложных жизненных ситуациях благотворители устроили впервые. Каждому ребёнку должен прийти Дед Мороз. И вот благодаря таким акциям это становится возможным. И каждый ребёнок понимает, что его Дедушка Мороз слышит, что он обязательно к нему придёт. И, конечно, как бы это способствует вообще привлечению общества к нуждам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вместе со сказкой 900 детей со всей области получили по два бесплатных подарка. Письмо Деду Морозу нужно написать, а можно и зарисовать. Так и сделали воспитанники художественных школ и студий области. И выставили послания в региональном музее ИЗО. Теперь их желания точно сбудутся. Не разбирая ни твёрдый ещё детский почерк, волшебник ясно увидит, чего от него ждут. В письмо Деду Морозу шестилетняя Арина Пасынюк вложила новогоднюю сказку. Целый месяц лепила её из пластилина. Рассказать подробнее о своей работе начинающая художница постеснялась. А вот какой подарок ждёт на Новый год, по секрету рассказала. Я хочу на самом деле, чтобы у меня появился ещё один плюшевый медведь. 227 писем получат с этой выставки новогодний волшебник. Варвара Исаева гуашью зарисовала, каким видит полонез для Деда Мороза. Себя, братика, пианино, котика и Деда Мороза с ёлкой. Цель этой выставки, говорят организаторы, узнать о чём мечтают современные дети, к чему стремятся, что их волнует. Наши дети сегодня очень добры и очень открыты. Крайне мало было конкретных желаний, каких-то физических предметов. Большая часть детей Ростовой области мечтает о весёлом празднике, о путешествиях, о счастье и здоровье для близких. Ещё мечтают о братике или сестричке и о том, чтобы Дедушка Мороз принёс им лохматого четвероногого друга. Красные, синие, оранжевые и жёлтые в таких цветах видят новогодние праздники, сказку и волшебство начинающие художники. Анастасия Натальевич, Елена Ребжанова, Руслан Хамчеев, Дон-24, Ростов-на-Дон. Уверенная победа и разгромное поражение. Так неоднозначно закончил год хоккейный Ростов. Перед праздником на Дон приехал лидер первенства ВХЛ Мордовия. И в первом матче ростовчане показали саранцам, что именно они чемпионы прошлого сезона. В первом периоде наш клуб повёл 2-0. Правда, гости довольно быстро отыгрались. И на третий период команды вышли при счёте 2-2. Но уже на 38-й секунде Прохоров завозит шайбу в пустые ворота. А потом Блинов закрепляет победу 4-2. Повторная встреча стала для ростовчан разочарованием. Счёт в первом периоде открыли гости. Но на 25-й секунде и 2-й 20-й минутке Туник завершил красивую комбинацию Ростова 1-1. Повторная встреча Театр современного танца «Камертон» поставил спектакль-танец «Антимиры» по воюющему и потрясающему культурной основе 20-му веку. Танцуют, поймав монотонность Бродского в образах потерянного поколения, запутавшиеся в идеологии патриотки и пионерки, неугодные власти диссидентки и политзаключённые. Правда, которой так не хватало поэту, рождается в танце. Сегодня сцена – литературная комната Бродского, где интеллектуальная хореография сливается со стихами. В советское время захотели показать, и зрители будут разные. И захотелось, чтобы люди, может быть, вспомнили, как было раньше, с чего всё начиналось. Сегодняшний спектакль театра современного танца особый, литературно-хореографический. Постановка «Антимиры» посвящена 20-му веку, эпохе войн и культурных потрясений. Проза и поэзия перекликаются в жанровом коктейле движений. Современный балет и фолк-дэнс. Коллектив танцует Вознесенского, Цветаеву, Есенина и Чехова. По трём сёстрам поставлена отдельная миниатюра. Вот у нас в чеховском балете Шершеляфам, он весь из миниатюр состоял. Допустим, вот сегодня будет у нас три сестры и цветы запоздалые. Это два произведения довольно больших, чеховских, моих, уместили в две миниатюры. Камертон переносит зрителей из нашего декабря в февраль, поэтический месяц Бориса Пастернака, когда грохочет слякоть и слагаются стихи на взрыд. Юлия Сурикова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артём Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова